На пасовских активистов Марина Антония и Раду Дудковича, которые опубликовали ксенофобские сообщения в общественном пространстве, были составлены протоколы. Об этом заявил глава генинспектора полиции Верил Черноусану, который отметил, что эти двое будут наказаны как за проступок, хотя в таких случаях должна применяться статья Уголовного кодекса. Активисты призывали граждан не голосовать за кандидата Александра Стоинова, которого поддерживают социалисты, на том основании, что он гагауз. Их призывы были сделаны в оскорбительной и злобной манере. По просьбе репортера Пятого канала указать, в соответствии с какой статьей будут наказаны ярые активисты, Верил Черноусану не упустил и на этот раз возможности напасть на журналиста нашего телеканала, выразив обеспокоенность заданным вопросом. Мне очень жаль, что пока я говорил, вы читали сообщения и повторяли их, и ничего не запомнили. Господин Черноусану, вы тоже читаете с листа пресс-релиз, вам не нужно рассказывать мне, как мне задавать вопросы. Позвольте мне ответить на вопрос. Я делаю заметки, все вопросы, конечно, скоординированы, я задаю вам вопрос. Чтобы вы не чувствовали дискриминации, я повторю вам еще раз, что я говорил пять минут назад. Эти люди были задокументированы и был составлен иск о правонарушении. Сколько именно людей было задокументировано? Были задокументированы два человека. Мы сказали, что два протокола были составлены на основании статьи 70 пункта 1. Согласно последним изменениям в Кодексе о правонарушениях, подстрекательство к дискриминации наказывается штрафом в размере от 1000 до 4000 леев в случае физических лиц. И от 6000 леев до 10500 леев для ответственных лиц. Согласно Уголовному кодексу, продвижение фашистских, российских или ксенофобских идеологий карается штрафом в размере от 25 тысяч до 50 тысяч леев. От 180 до 240 часов неоплачиваемых работ или от 3 до 5 лет лишения свободы. Напомним, что глава геноспектората не первый раз атакует наших журналистов, указывая им, какие вопросы и как задавать. Редакция пятого канала с удивлением отмечает столь высокий интерес к нашей профессиональной работе и подчеркивает, что мы с ней справляемся. О чем свидетельствует популярность телеканала у зрителей, несмотря на все попытки власти воспрепятствовать нашей работе.